Во время беременности тщательно наблюдают не только будущую маму, но и малыша. Существует ряд исследований, один из них – КТГ. Два таких аппарата появились и в женской консультации из Венигородского подразделения Одинцовской областной больницы. Всем женщинам после 32 недель проводим данные исследования, определяем состояние плода. Это очень хорошее подспорье в диагностике ранних заболеваний, внутриутробных заболеваний малыша. И порой после данного вида исследования мы женщин даже госпитализируем, потому что здесь идет полностью оценка состояния плода. Сердечную деятельность малыша фиксируют с помощью ультразвука. Полученный сигнал передается на монитор в виде графика. Благодаря ему можно заметить начальные признаки кислородной недостаточности. И уже по результатам, которых мы видим, тоже есть шевеление или нет, мы оцениваем сердцебиение ребенка, его общее состояние, или проводим коррекцию лечения, или дальше наблюдаем, или, ну, бывает так, что отправляем в стационар. Для будущих мам в женской консультации проводят курсы предородовой подготовки. Ведущие специалисты – акушеры-гинекологи, анестезиологи, реабилитологи, психологи и педиатры – проводят обучение и отвечают на все вопросы, которые связаны с беременностью, внутриутробным развитием ребенка, родами и заботой о новорожденном. Как понять, что ребенок действительно кушает? Как понять, что ребенку достаточно молока? Что он действительно получает молоко, а не просто сосет грудь, то есть в качестве успокоения? Мы должны всегда обращать внимание на главный принцип – это правильное прикладывание ребенка к груди. После прохождения курсов можно принять участие в розыгрыше бесплатной, индивидуальной, послеродовой палаты в Одинцовском роддоме. Главное условие – не пропускать ни одной лекции. В этот раз победительницей стала Дарья Сидоренко. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.